МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы в курсе, что в Сочи проходит месячник военно-патриотической оборонно-массовой работы? В Краснодарском крае он проводится уже 11 год подряд. Всего же на курорте запланировано более 1200 мероприятий. Все они направлены на воспитание патриотизма среди молодежи. Здравствуйте, я Инга Габеш, и на канале ФКТ время программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Торжественные церемонии открытия этого важного проекта прошли во всех четырех районах курорта. Любви к родине, об истории родного города, края страны, школьники и студенты говорят в рамках встреч с ветеранами и военнослужащими. Чему посвящен месячник на этот раз и под каким девизом он проходит в этом году? На эти и другие вопросы мы попросим ответить вице-мэра города Сочи Ирину Романец. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Итак, под каким же девизом проходит месячник военно-патриотической оборонно-массовой работы в этом году? Да, девиз нашего традиционного месячника, который мы торжественно открыли 23 января и завершим месячник оборонно-массовой работы 23, но подведение итогов состоится в Зимнем театре 27 февраля. И девиз этого года – овеяна славой родная Кубань. Главное, о чем идет речь в рамках мероприятий месячника – это о любви к родине. Так вот, только ли беседы запланированы со школьниками? Или, возможно, это экскурсии военной части? Или участие в памятных мероприятиях? Традиционно в городе Сочи у нас очень много мероприятий. Мы большое внимание уделяем работе именно патриотической с нашими детьми, с нашей молодежью. И все наши мероприятия, все наши концепции очень славятся именно развитием патриотического направления в работе с детьми. И поэтому каждый год мы продумываем тщательно все мероприятия, в том числе и мероприятия месячника. Вот в этом году у нас совершенно эксклюзивные мероприятия в рамках празднования 75-летия победы в битве за Кавказ. И у нас одно из таких серьезных мероприятий. Мероприятий очень много, и они все знаковые, они все интересные, все с адресным подходом и в отношении тех ветеранов, кто принимает участие в подготовке этих мероприятий и проведении, и в отношении детей. Но знаковыми мероприятиями, безусловно, явились это торжественные открытия во всех четырех районах месячника обороны массовой работы. И они все прошли 23 января во всех четырех районах города. Следующим большим знаковым мероприятием, и мы к нему очень готовимся, состоится единый городской урок мужества, который мы проводим 2 февраля в 11 часов на главной академической площадке города в Зимнем театре. И этот проект урока мужества в этом году посвящен трем основным датам Великой Победы. Победы – это дата 27 января снятия блокады Ленинграда. 2 февраля – это дата, ознаменованная победой в Великой Сталинградской битве. И, безусловно, 9 октября в этом году – это 75 лет освобождения Краснодарского края. И вот эти три даты красной линии пройдут через сюжет этого грандиозного урока мужества. И это не просто большое, очень эмоциональное и очень содержательное режиссерское мероприятие на сцене Зимнего театра. Это еще и очень педагогически простроенный, продуманный интерактив в холле Зимнего театра. В этом году у нас 7 основных интерактивных площадок, через которые, как по станциям, пройдут представители всех 70 школ нашего города, все школьники пройдут через каждую станцию. А это такие станции, как блокадный Ленинград и те 125 грамм хлеба, которые выдавались всего как норма питания в блокадном Ленинграде. И наш партнер хлебокомбинат уже печет нам, конечно, это хлеб без опилок, понятное дело, но это тяжелый хлеб из грубого помола муки. И вот эти 125 грамм мы дадим, покажем детям, что такое блокадный Ленинград. И другие наши станции, они будут посвящены именно погружению в эту тему. Потому что дети, и это психологическая норма детей, 75 лет, это необыкновенно огромный отрезок времени. И они же все воспринимают очень издалека. А мы хотим вот этими фактами еще раз приблизить и сказать детям, что это заслуга ваших прадедов, это заслуга ваших прабабушек, что мы выстояли в той страшной войне. Ко всему прочему, сейчас во всех школах проходят смотры песни из строя. Маршировать под патриотические песни учатся даже те ребята, которые ни разу этого не пробовали. Будут ли они поощрены? Будут ли определены лучшие команды? В этом году один из акцентов нашего месячника. Мы в этом году таким мощным парадом строя, смотром строя и песни всех победителей четырех районов города мы будем завершать месячник оборонно-массовой работы 27 февраля перед зданием Зимнего театра. У нас будет большой парад с пением, с исполнением песен военных лет. И мы уже это пробовали, и мы знаем, что это и детям, и педагогам, и родителям очень нравится. Это действительно вдохновенное мероприятие, мы к нему готовимся. Ну, задействована наверняка вся молодежь, в том числе юно-армейцы. Сейчас это движение такую большую популярность набирает в Сочи. А сегодня это 30 отрядов и, если не ошибаюсь, 700 ребят в красных беретах. Мы очень горды тем, что на территории нашего Краснодарского края среди всех 44 муниципалитетов у нас прямо вот преферентное место первое. И у нас большая армия юно-армейцев, большая. У нас уже 700 человек, вступивших, торжественно давших клятву и вступивших в юно-армейское движение. И мы развиваем это направление и далее. И, конечно, юно-армейцы, наши ребята, они будут во всех наших практически торжественных мероприятиях, везде будут активными участниками. Ирина Васильевна, и вот такой вопрос. Вопрос. Уроки мужества, встречи с ветеранами и военнослужащими, выставки, на которых ребятам демонстрируют образцы оружия и бронетехники, оправдывают ли себя все эти акции? Я имею в виду, повышается ли среди подрастающего поколения популярность, к примеру, военной службы? Помогают ли эти мероприятия и в целом месячник оборона массовой и военно-патриотической работы воспитывать у молодых людей патриотизм, любовь к родине, к родному краю? Безусловно, это как раз те формы и методы, которые близки детям. И вот разрабатывая ту же технологию интерактивных площадок, мы шли от интереса детей. То есть мы, все вот эти зоны, которые мы разрабатываем, они как раз такие знания. То есть мы хотим, чтобы ребята после единого городского урока мужества ушли задумавшись. И обязательно кто-то из них, и мы рассчитываем, что это большинство, обязательно войдет в интернет, уже очень привычный, да, и постарается найти у нас много интересных заготовок и высказывания наших великих маршалов, великих полководцев всех времен. И обязательно они зайдут. И основные исторические события, веховые события для нашей страны во все времена. И знают ли дети, обращают ли они внимание на эти факты на уроках истории. А здесь вот мы такой интерактивной формой, кстати, которую разрабатывают наши учителя истории. Вот молодые ребята, очень интересные, конкретно два наших учителя из средней школы 95 в Лазаревском районе, из лицея 95. И эти два учителя разрабатывают нам всю интерактивную базу именно исторических аспектов. И делают интересную викторину, и продумывают стимулы для детей, для того, чтобы им было интересно участвовать в этом проекте. Повторюсь, в этом году девиз месячника военно-патриотической обороны массовой работы «Авена славой, родная Кубань». Выбран он не случайно, как вы уже отметили. Проект посвящен важной дате 75-летия освобождения Краснодарского края от фашистских захватчиков. Дата отмечается 9 октября, но памятные акции стартовали еще в декабре. Расскажите, как Сочи будет праздновать одно из важнейших событий Великой Отечественной войны? Да, очень знаковая дата. И, безусловно, мы, как город-госпиталь, и в годы войны наша главная история. Это 111 госпиталей, в которых были вылечены и отправлены снова на фронт более 350 тысяч раненых бойцов, которые за все годы войны приняли наши 111 госпиталей. И, безусловно, вот эта история, она будет знаковой и одной из содержательных блоков всего празднования 75-летия. План мероприятий очень объемный, потому что мы следуем постановлению губернатора Краснодарского края, направленного на празднование 75-летия победы в битве за Краснодарский край. А наше есть соответственное постановление главы города и Анатолий Николаевич Пахомов. Вот буквально вчера прошло большое расширенное заседание Оргкомитета Победа, уже третье в этом году, где глава ставит очень четкие задачи и по масштабному проведению нашего месячника оборонно-массовой работы. Работы именно и с детьми, и со всем населением у нас будет прекрасный прием, вот помимо знаковых мероприятий, это открытие месячника оборонно-массовой работы. Мы проведем, я надеюсь, что у нас все получится, все задумки реализуются. 2 февраля мы единый городской урок мужества проводим. И приглашаем не только делегации со всех 70 школ нашего города, безусловно, это для них, но и основные городские когорты, это все общественные организации, представители депутатского корпуса, представители общественности города для того, чтобы еще раз все вместе вспомнить основные вехи. И в этом году этот урок мужества у нас, мы впервые в таком формате проводим, это новинка этого года, но основные три события, и это снятие блокады Ленинграда 27 января, второго день в день, когда было освобождение, великое освобождение Сталинградской битвы, это дата 2 февраля, и естественно 9 октября, это победа в битве за Кавказ. И этим трем мероприятиям, событиям великим будет посвящен наш урок мужества. Вследствие мы 22 февраля, мы проводим большой прием главы города, председателя городского собрания Сочи, и мы будем честовать и награждать людей, и наших ветеранов, и тех педагогов, которые сегодня работают с детьми, и очень точечно к каждой фамилии подходим, потому что это как раз та площадка, и воинские части, что самое важное, они наши партнеры, мы вместе с ними ведем эту большую работу с нашими детьми. Воинские части, вот в рамках приема мы будем всех благодарить за работу над патриотическим воспитанием нашей молодежи, и завершим это 27 февраля большим парадом наших юноармейских подразделений, наших казачьих подразделений, будет тоже прекрасное патриотическое мероприятие в Зимнем театре. То есть продолжение месячника станет подготовка ко Дню Победы, верно? Глава города Анатолий Качпахома вчера провел третье в этом году заседание Оргкомитета Победа и дал всем структурным подразделениям администрации очень четкие установки по всем 20 направлениям работы в рамках подготовки к 9 мая. Начиная с ремонтом квартир, с ремонта квартир нашим ветеранам, одиноким и одиноко проживающим, и эта традиция в городе Сочи, продолжая обязательное развитие программы наших санаториев, которые бесплатно каждый год оздоравливают, более 200, около 300 человек мы в прошлом году, бесплатно 7-10 дней наши санатории, причем сами, соревнуясь уже друг с другом, вносили свои предложения. Мы, например, очень благодарим Чеботарь, гостиницу, которая предложение за предложением, отдайте нам еще столько ветеранов, а мы вот еще на эту дату их хотим пригласить. И люди с удовольствием откликаются, и мы очень благодарны за наших ветеранов, нашим социальным партнерам. И поздравления к 9 мая, и подарки. Глава четко поставил задачу, что все наши категории, это 3900 ветеранов разных категорий. Конечно, преимущественно это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, это жители блокадного Ленинграда, у нас их осталось уже очень мало. У нас в этом году 59 человек всего, людей, которые были защитниками именно Краснодарского края. Это в этом году прям отдельная категория. И малолетние узники фашистских лагерей, и вдовы ветеранов и участников Великой Отечественной войны, безусловно, это особая категория, и мы их выделяем в особый статус. И, безусловно, труженики тыла. И всего вот этих всех названных мной категорий у нас в этом году уже осталось всего 3900 человек. Вот 9 лет назад этих категорий было в три раза больше. Поэтому, к сожалению, наши ветераны уходят из жизни. И мы сегодня, почему мы так активно работаем в этом направлении? Потому что они свидетели нашей истории. Они люди, которые действительно продолжают вот эту традицию патриотического воспитания передавать всей нашей молодежи. И, безусловно, завершится плеяда всех наших мероприятий 9 октября. У нас большой проект празднования этой даты. Но вот завершение будет именно 9 октября. Я уверена, что это тоже будет очень масштабно, очень торжественно и очень эффективно для этой работы. Хочу добавить, что наряду со всеми этими многочисленными мероприятиями запланирована еще одна акция. Их именами названы улицы города. Много ли в Сочи таких улиц? Да, много. Действительно, у нас много улиц в городе, которые названы именами героев. Но сейчас глава города и на очередном бутуркомитете была поставлена задача. И эта задача была поставлена и на встрече с вдовами героев Советского Союза. Задача об увековечении памяти, продолжении этой хорошей традиции в городе Сочи. И глава обозначил задачу, что все новые улицы мы в обязательном порядке будем рассматривать, в том числе и вопрос о присвоении этим новым улицам имен наших героев. Что в этом году считается принципиально новым в подготовке к празднованию Дню Победы? Это вот наш урок мужества, про который я говорю, потому что вот в таком формате, когда мы все вместе, такого проекта не было. Все, мы каждый раз не повторяемся. У нас в этом году и на 9 мая у нас будет совершенно уникальное такое, ну вот раскрываю немножко событие, да, что у нас даже будет такая историческая эпопея взятия Рестага. Мы впервые хотим сделать эту проекцию на подходах, на подступах к зимнему театру. И вот сейчас режиссерская группа обдумывает этот ход режиссерский, как это можно сделать. То есть каждое наше мероприятие обязательно нацелено на вот такую эмоциональную подвижку. Наши общественные организации «Православная Кубань» сняли фильм о роли Сочи в годы Великой Отечественной войны. И здесь показали не только город-госпиталь, а вот всю историю нашего Сочи в сжатом достаточно варианте. 29 минут идет этот фильм, но очень много интересных подробностей, которые даже для нас, вот сидевших в студии, людей, кто посвящен в эту тему и мы занимаемся этим, очень много было интересных событий раскрыто. И именно благодаря архивным записям, именно благодаря интервью в этом фильме тех людей, которые в годы войны были маленькими детьми. Например, меня просто потрясло признание ребенка войны. И эта женщина, которая была девочкой в годы войны, она говорит, я вот прекрасно помню, как это было, и как мы, школьники, собирали макулатуру, собирали металлолом, получали какие-то денежки. И эти денежки всем городом сдавали для того, чтобы строить танки, строить технику. Ну, это по всей стране шло, но вот такие трогательные истории именно про наш город. И потрясающе просто. Ирина Васильевна, спасибо вам огромное за ваши исчерпывающие ответы и интереснейшую беседу. Напомню, гостем нашей программы сегодня была заместитель главы города Сочи Ирина Романец. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города. И до встречи в эфире. Сочи Ирина Романец. Сочи Ирина Романец.